Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля и мы продолжаем беседу с пастором Раджи. Остров Цейлон это по сути буддистская земля, а это не просто доминирующая религия. Это религия, проникающая во все поры этого острова. Она, знаете, так проникает даже до интимных вопросов, не говоря уже о бытовых. Буддисты здесь достаточно агрессивны и, я бы сказал, большая часть, 99% даже проблем, это их инициатива, то есть это они делают. Вот насколько современная церковь, евангельская церковь на Цейлоне уживается в буддийском сообществе? И недавно тоже одного церковь сломали, ассесал. Никакое, если еще есть некоторые города, евангелие проповедовать не дают. Церковь строить тоже не дают. И есть, которые, допустим, в какой-то деревне человек покаялся, их деревне, магазин, продукт я покупать не могу. Не продают его. Ему не продают. Отперегают, вообще отперегают. Похорное место не дают. Вот такое проблема есть, поэтому люди очень боятся. Боюсь. Ну, аферический мир, вот такой вот. Да, у нас тоже есть. Такое было. Не давали похоронить. Но через суд разрешали все равно похоронить человека. Редактор субтитров А.Семкин